Главное управление разведки работает над ликвидацией военных преступников Кремля. Ликвидировано Московской области полковника Путина. Ликвидировано, как мы знаем, но уже Израилем и главного начальничка Хизбаллы на Сралу. Тем временем россияне проваливают наступление на Курщине, ничего у них там не выходит, но продолжают давить на востоке Украины. Обо всех этих тенденциях и процессах будем говорить прямо сейчас. Это прямой эфир Ютуба 24 канала. Меня зовут Ирина Узлова, а рядом вместе с нами Ян Матвеев, военный эксперт. Ян, здравствуйте, искренне рада видеть вас в нашем эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Хорошая новость пришла сегодня из Московской области. Там ликвидировали полковника вооруженных сил Российской Федерации. Он готовил операторов шахедов. Вначале эта новость распространилась в медиа, а потом и подтвердилась, собственно говоря, главным управлением разведки. Алексей Коломейцев больше ни как вон не будет готовить убивать украинцев. Ликвидировали его 27 сентября 2024 года в городе Коломна Московской области Российской Федерации. Что надо понимать о результативности и эффективности вот таких ликвидаций? Насколько это повлияет также и на боязнь других подобных ему полковничков, и не только, что им по улицам теперь ходить неспокойно, да и вообще на морально-психологическое состояние личного состава, да и тех, кто учился у него управлять дронами? Ну, безусловно, подобные операции — это всегда часть большой войны, и спецслужбы обеих сторон всегда пытаются что-то такое сделать и устранить самых разных командиров, которые находятся в тылу. И вот мы видим, что ГУР это активно делает на территории России. То, что этот полковник, если действительно он занимался шахедами, это значит, что он играл очень большую роль в такой значимой для Путина части его глобальной стратегии войны — это террора мирного населения. Вот буквально сегодня мы видели, как по суммам ударили два или больше, ну, как минимум, два беспилотника-шахед. Один попал в больницу, и потом второй прилетел тогда, когда туда, до больницы уже добрались спасатели. Вот буквально перед эфиром я как раз видел кадры, которые это подтверждают. То есть это был сознательный террор. Естественно, больница не может относиться к каким-то военным объектам. Даже если там находились какие-то военные, то, ну, лечились, допустим. Но, насколько мне известно, вроде нет, эта больница не работала как военная. Ну, так или иначе, мы видим, что этот террор постоянно продолжается. И вот эти беспилотники-шахед — это очень важная часть. Я вот только сегодня с коллегами обсуждал, что если бы у Путина не было шахедов, то и бить по украинским городам было бы практически нечем. То есть, конечно, ракеты-крылаты есть, но их сбивают достаточно уверенно, украинское ПВО. И как раз-таки шахеды обеспечивают массовость ударов. То есть летят там, допустим, 10 ракет и 50 шахедов. Естественно, в системе ПВО надо сбивать все, потому что и ракеты опасны, и шахеды опасны. И где-то чего-то, бывает, не хватает. Где-то нужно расставлять шире ПВО, где-то нужно следить за всеми объектами и тратить в том числе и ракеты на вот эти достаточно дешевые дроны. Если бы их не было, то было бы гораздо проще. Поэтому это очень важное для российской армии направление шахеды. Поэтому, конечно, любой офицер, а судя по всему, раз он был полковником, значит, он, скорее всего, работал непосредственно с дронами. Потому что если бы, например, речь шла о каком-то генерале, генерал-майоре, генерал-полковнике, то это был бы, скорее всего, чиновник из кабинета, который бумажки перекладывает. И его, в принципе, его влияние не особо большое. Он обычный кабинетный чиновник. А что касается вот таких непосредственно военных, которые делом заняты, они чаще всего с не очень большими званиями. Поэтому то, что это полковник, тоже может указывать на то, что он играл именно важную, может быть, инженерную роль, может, организационную, не знаю. Посмотрим, какие еще данные будут опубликованы. Вот тоже сегодня публиковали кадры того самого завода, где эти шахеды иранские собирают в России, в Алабуке. Он расширяется. И, судя по всему, российская армия делает ставку на эти дроны. Поэтому, конечно, борьба с беспилотниками этими со всех сторон. То есть и возможные удары по заводу, которые мы уже видели, попытки этих ударов. И тогда не был сильно поврежден завод, но дрон долетел, тем не менее. И вот устранение важных действующих лиц относительно всей этой программы. Это и плюс атаки по пусковым установкам, которые находятся и в аннексированном Крыму, и на другой оккупированной территории, и на российской территории. И эти удары тоже следуют. Мы помним удар в Крыму по складу этих беспилотников, и удар по местоположению операторов. То есть это все важные элементы большой операции противодействия вот этому вот, одному из самых опасных, на самом деле, оружия, которое есть у России. Да, да, это правда, так и есть. И как раз эта массовость, вы правы, и истощает украинскую ПВО, которая увеличивается благодаря союзникам. Но, тем не менее, когда это идет массово, еще и в комбинированном виде, это более чем непросто. Мы можем понимать сейчас, в каком объеме, например, на протяжении месяца Россия может производить шахеды, и надо ли им для этого, напомните, пожалуй, стоян, иностранные компоненты, или они могут своими силами справляться, дабы клепать их? Какой-то совсем точной информации по поводу компонентов нет. Я полагаю, что часть компонентов все еще ввозится, но уже это количество все меньше и меньше, то есть они постепенно переходят на полностью собственное производство, и как раз с этим, как считают аналитики, может быть, связано расширение завода. А что касается количества, то я помню, когда-то мы считали по номерам, и по порядковым номерам этих беспилотников, и по количеству запущенных, соответственно, получалось от 300 до 400 единиц в месяц. Возможно, увеличение до 600, потому что это было довольно давно, а планы вроде как были в районе 600 в месяц. И мне кажется, что сейчас это, ну, такая реалистичная, адекватная цифра. Вот тысячу вряд ли, но вот около 600 вполне они могут производить. А о количестве ракет того или иного рода, если у нас сейчас есть какое-то понимание, и учитывая, что давно не было массированных, ну, практически месяц вот таких массированных, комбинированных атак со стороны Российской Федерации, стоит ли понимать, что они готовятся все-таки к таким запускам? Ракеты они накапливают. Вот я так понимаю, что они сосредоточились на производстве двух основных типов ракет, крылатых Х-101 и ракет к Искандеру, баллистических. Ну, и, соответственно, их несколько увеличили производство до нескольких десятков единиц в месяц, может быть, до сотни в месяц. Судя по интенсивности использования, крылатые ракеты поменьше используются, их, видимо, сложнее делать. Ракеты Искандера встречаются чаще, но тоже они больше запускаются в единичном количестве, по отдельным целям, и поэтому тяжеловато оценить общий объем. Но я думаю, что он где-то в районе сотни в месяц, это по потраченным ракетам. Вряд ли, если бы у них было производство там 200, 300, 400 штук в месяц, они бы там запускали только там до сотни, а все остальные куда-то складывали. Потому что мы видели, не так давно была масштабная атака, перед этим еще одна масштабная атака, но в них задействованы были тоже до сотни ракет в сумме. При том, что атаки идут не прям вот каждую неделю или каждый месяц даже. То есть явно им приходится накапливать эти ракеты. То есть те же санкции наверняка частично и работают, но не полностью. Безусловно, ракеты все же производятся. Что мы должны понимать о кинжалах? На этой неделе, в конце этой недели, пытались россияне в четверг, если не изменяет мне память, атаковать вновь Староконстантинов в 158-й тысячный раз. Я, конечно, преувеличиваю, но регулярно они туда пуляют ракеты, запускали и кинжалы с МИГов 31К. Какие тут у них потенциал? И зачем они постоянно бомбят Староконстантинов? Неужели они думают, что мы F-16 там просто рядочком вот так поставили и ждем? Ну, Староконстантинов — это аэродром, где есть бетонные укрытия. И, видимо, они пытаются их поразить даже в пустом формате. Эти укрытия все равно ценны, естественно, потому что если оно будет разрушено, то самолет туда уже не поставишь. То есть либо уничтожишь самолет, либо хотя бы самоукрытие. Но как раз я после этих вот всех заявлений про F-16, да, говорили много за Z-2NCOR российские, писали. Я посмотрел, выкладывали снимки первые спутниковые, не видно там каких-то серьезных повреждений. То есть обычно выкладывают все снимки, когда есть какая-то информация об атаке на российский, на украинский аэродром. И чаще всего можно найти там следы пожара, даже воронки и так далее. Здесь пока ничего не видно. То есть, может быть, будут какие-то более подробные снимки, но вряд ли. Что касается в целом кинжалов, то их используют тоже единично, их производить еще дороже. И явно их экономят для каких-то специальных случаев. Конечно, тут многое зависит от разведки российской. Она не самая хорошая, вот с теми же F-16. То есть чтобы их поймать, да где они стоят, успеть запустить ракету и так далее. Еще и попытаться сделать это скрытно, потому что вообще-то не просто же так во всех там каналах, например, украинских, появляются сигналы о том, что вот МиГ-31К взлетел. Потому что спутники это видят, засекают, когда он взлетает. Ну и, соответственно, это те же самые пилоты и командиры эскадрильи F-16 тоже прекрасно. И других самолетов тоже это знают, еще раньше узнают. И, естественно, самолеты, когда надо, взлетают просто. И даже если ракета попадет куда-то на аэродром, то она с гораздо меньшей вероятностью может поразить самолет. То есть тут скрытности у российских ВВС нету. Поэтому это, конечно, помогает. Плюс, естественно, этот кинжал сбивается, то есть несмотря на все заявления пропаганды. Просто это непростая задача, но нужно концентрироваться на этом. Нужно, естественно, сбивать его из Патриота. Нужно, чтобы этот Патриот был там. Но вот они бьют чаще всего как раз вглубь Украины. Поэтому Патриоты исправляются плюс-минус с этими кинжалами. Друзья, напомню, мы работаем в прямом эфире Ютуба 24-го канала. Задавайте свои вопросы. Если они у вас имеются, всегда читаю чат и переадресую их Яну. Будем пытаться разобраться. Ян Матвеев, военный эксперт, вместе с нами. Ян, раз мы уже упомянули о компонентах, которые в Российскую Федерацию продолжают поставлять ее, ну не то чтобы друзья, но какие-то ситуативные союзники или те, кто доит потом ее дешевыми ресурсами. У меня сейчас о Китае. Госсекретарь Шайнтони Блинкин, в который раз предупреждает Китай, что пора завязывать с обходом санкций помощь в России товарами двойного назначения и говорит, что 70% верстатов и 90% микроэлектроники продолжают поступать из Китая. В Китае вышли, говорят, хватит нас очернять, мы вообще не помогаем России, наша позиция неизменна в этой войне. А насколько эта цифра 70% верстатов, 90% микроэлектроники помогает России держать на плаву военно-промышленный комплекс, потому что мы, конечно, охотнее верим заявлениям Белого дома, чем Китаю, который лавирует туда-сюда. И может ли это прекратиться все-таки? Тогда это будет ударом по возможности России наращивать свои военные потенциалы? Ну смотрите, если брать непосредственно военные действия, то гораздо серьезнее на них влияют не ракеты «Кинжал», не ракеты Х-101, даже не «Искандеры», а самые простые беспилотники. И для украинской армии, и для российской тоже. И беспилотники, и, кстати, системы РЭП тоже. Ну вот те самые небольшие глушилки, которые ставят на машины, там рядом с окопами и так далее. Они не всегда хорошо работают, но бывает, что и работают. Особенно если там грамотный специалист это все настроит. Откуда все это берется? Ну, конечно, из Китая. То есть, да, может быть, сборка не вся целиком, это не в готовом виде поставляется из Китая. Но те же там блоки для глушилок, они как раз покупаются практически в готовом виде. То есть, если посмотреть фото, видео, разборы этих РЭПов фронтовых, то там как раз стоят эти китайские блоки. Комплектующие к дронам, различная электроника, это все оттуда. Также зависимость от китайских поставок такого уровня оружия, она хорошо проявляется, когда Z-блогеры, если мы сейчас говорим именно про Россию, реагируют на разные новости негативные. Вот не так давно была новость о том, что Китай там вводит какие-то новые правила, или, может быть, российская таможня вводила какие-то новые правила, я сейчас уже точно не помню. И все испугались, они буквально были в панике, что вот сейчас им обрежут, по сути, поставки дронов. То есть, если представить, что действительно Китай раз и перестал поставлять компоненты, то у российских дроноводов будут очень большие проблемы. Если, скажем, Украина еще может договориться с другими странами, которые производят аналоги, да, и, возможно, я не знаю, да, где закупают украинские военные свои компоненты. Может быть, тоже в Китае, может быть, на Тайване, может быть, в Южной Корее, может быть, где-то еще. Но, соответственно, ни Тайвань, ни Южная Корея явно открыто не будет поставлять российским военным все эти компоненты. А у Китая, понятно, там граница с Россией, никто нам ничего не проконтролирует, не нужно никакие корабли там прятать, ничего, просто через границу вози и все. И для них вот такое ограничение для российских военных было бы очень чувствительно. Да, может быть, для ракет серым образом все равно бы закупили где-то какие-то нужные компоненты. А вот если не будет тысяч, десятков тысяч дронов, а все-таки масштабы уже такие, даже там и сотни тысяч, возможно, есть вполне, то это вот как раз гораздо серьезнее повлияет на фронт. Я уж не говорю про китайские радиостанции, про китайские мобильные телефоны, другие электронные гаджеты, да, которые все, естественно, тоже откуда еще и поставляют. Я не слышал о том, чтобы, скажем, из какой-то другой страны массово везли, допустим, рации. И, наверное, есть фирмы, которые через Казахстан, там, может, через какие-то другие вот такие страны, которые более-менее имеют отношение все еще с Россией. И были расследования как раз про поставки компонентов через Казахстан. Да, там организуется просто серая фирма, прослойка, которая работает как бы в Казахстане, закупает туда что-то, а оттуда уже продает в Россию, там тоже каким-то серым образом, естественно. Но это все, это все, оно по масштабам удобно для вот производства, там, 100 ракет в месяц, да. Это оно может обеспечить. А вот сборку достаточного количества компонентов для вот этих волонтерских производств дронов и промышленных производств дронов, ну, я имею в виду FPV-дроны самые обычные, то есть, конечно, всего этого серого потока просто не хватит. А когда Китай будет видеть все большие провалы России на фронте, это может стать тем мотивационным аргументом, который будет их мотивировать перестать поставлять дроны в таком количестве? Или что должно случиться? Ох, ну тут, наверное, вопрос скорее по китайской политике, поэтому мне сложно тут ответить, потому что, с другой стороны, можно также предположить, что наоборот, что Китай захочет сильнее помочь, чтобы Путин не проиграл. Ведь понятное дело, что Китаю, наверное, не очень выгодно, ну, чисто с прагматичной точки зрения, чтобы Россия проиграла полностью, значит, все рухнуло. Ведь им Путин удобен, Путин им дает этот газ практически бесплатно, нефть там тоже, уголь, другие ресурсы, с ним легко договориться, уже налажен контакт, они понимают, что от него ждать, что ему нужно, они дают ему вот эти копеечные, там, электронику копеечную, там оружие пока не дают, да, ну вот Северная Корея дает, например, снаряды, это тоже, естественно, делается с согласия Китая, потому что Северная Корея не полностью независимое государство, оно гораздо сильнее связано с Китаем, чем с Россией. И я более чем уверен, что никакие снаряды бы в Россию не поехали, если бы Китай был против из Северной Кореи. Ну и, соответственно, Китаю удобно, что вот такая слабая Россия, кто знает, что там в планах у Китая, может быть, завтра они попросят кусок земли, и Путин им отдаст, да, мы знаем, что там лес вырубается, везется в Китай, а если, да, можно представить разные ситуации, но в любом случае какие-либо изменения в России, они сломают эту систему, то есть придет, скажем, политик, допустим, там, честный, хороший, и он будет бороться с этим совсем, да, с незаконной вырубкой леса, с бесплатной раздачей газа Китаю, ну, естественно, Китаю будет плохо. Придет какой-то нестабильный политик, это все может сломаться по причинам нестабильности и так далее. То есть Китаю, наверное, то есть я сейчас вот больше предполагаю, но все же, наверное, выгоден такой вот слабый Путин. И это большая проблема, потому что Китай не находится полностью на стороне тех, кто хочет, чтобы Путин закончился. Китаю выгодно, чтобы Путин продолжался. Но в то же время Китай говорит Путину, и не только что нельзя, ядерный шантаж в 21 веке, и на словах, и в реальности реализовать, и использование ядерного оружия просто недопустимо. И это заявление звучит уже далеко не в первый раз, и на международных всех площадках, и когда еще Си Цзиньпинь был с визитом в прошлом марте прошлого года в Российской Федерации, Путин же на этой неделе собирает каких-то просто нафталиновых генералов и говорит, что он пересматривает ядерную доктрину. Это блеф стоит за всем этим. И что мы должны хотя бы приблизительно понимать о состоянии российского ядерного оружия сейчас? Ну, безусловно, блеф. Понятно, почему Китаю не нужна ядерная война, как и любым другим людям, которые собираются жить, и радоваться жизни, и продолжать какие-то свои планы на жизнь строить, ибо ядерная война — это как бы конец всего, и Китай не заинтересован. В этом это тоже одна из надежд людей, которые не хотят, это все-таки подавляющее большинство людей не хочет ядерной войны, и одна из надежд, что Китай Путину не позволит ничего такого резкого делать. Что касается всех этих заявлений, ну, конечно, это блеф, это скорее такой театр даже для западного зрителя, безусловно, потому что зритель в России, он на это уже особо не реагирует. Люди все прекрасно понимают, отдают себе отчет, что Путин — диктатор. Он что захочет, то и сделает. Понятное дело, что многим это не нравится, многие против этого и так далее. Но пока вот физически сделать с этим ничего нельзя. Власть у него. И захочет он ядерную бомбу взорвать, ему не понадобится никакой документ для этого. А это все, вот это вот специальное собрание, там вот видео, об этом писали все медиа кремлевские, специально для США, для стран НАТО. Это же не просто так появилось после того, как пошло активное обсуждение разрешения ударов западным оружием по территории России. И это вот их такой ответ. Они вот сели, значит, за длинный стол и показали, смотрите, мы очень серьезные, мы вот так вот реагируем, мы вот вас предупреждаем, мы вот перепишем доктрину. Там, на самом деле, если верить тому, что он озвучил, я сам документ не видел, по-моему, он даже не публиковался. Если верить тому, что сказал Путин, абсолютно размытые вот эти критерии, буквально по принципу захотим — ударим, не захотим — не ударим. То есть там так и написано, что вот, ну, то, что он сказал, что если мы увидим сигналы взлета, значит, воздушных аппаратов, он там перечислил, от беспилотников до гиперзвуковых ракет, то мы, значит, можем, будем вправе, да, принять решение о том, чтобы нанести ядерный удар. То есть это значит, что если будет даже огромная массированная атака, они могут принять решение, что не наносить ядерный удар, то есть они обдумали и решили не наносить. Или наоборот, никакой атаки не будет, а они скажут, что мы увидели сигналы. Знаете, вот сигналы о том, что будет атака, поэтому мы бьем ядерной бомбой. То есть это вся вот это изменение концепции, оно ничего не поменяло, в принципе, да и не могло поменять. Это попытка запугать западных политиков, тем, тех, кто все еще верит в это и воспринимает это всерьез. А в каком оно вообще состоянии? Вот тот Сармат, который на прошлой неделе никуда не долетел, что мы обсуждали, вот это же, наверное, и многое другое в таком же. Понимаешь, что лучше не проверять, но тем не менее. Ну, Сармат, в принципе, тут, он просто очень распиаренный. Так-то понятно, что разные аварии на испытаниях, они случаются. Просто российские инженеры и, естественно, Путин и все правительство, они поторопились поставить это все на боевое дежурство, и из-за этого как бы такой эффект создается, что вот вроде как ракета уже, значит, рабочая, вы молодцы там отчитались о том, что все сделали, а на самом-то деле она еще очень сырая, все об этом говорят, и много лет ее еще испытывать. Это всегда очень долго, плюс, учитывая отсталость некоторую российского ВПК по разным причинам, да, и проблемы с кадрами, и проблемы с информационным голодом, да, то, что ученых вместо того, чтобы давать им развиваться, наоборот, их сажают в тюрьму, мы это видим, да, тех же самых, которые военными делами занимаются, просто им пишут, что они, значит, госизмена, и все, и вот в тюрьме. Уже несколько десятков таких случаев было. Ну вот. И поэтому, конечно, сложнее делать эту ракету, научный потенциал не такой сильный, как в Советском Союзе, ну вот они ее делают. Но, конечно, есть другие ракеты, которые отработаны уже, которые еще из Советского Союза и продолжают служить. Те же самые мы видели, что российские, советские, да, ракеты, которые теперь российские, там, Х-22, например, тот же «Калибр» еще создавался, еще на основе советских ракет, там, Х-55, которую сейчас называют Х-555, да, хотя это просто советская ракета Х-55, немножко модифицированная. То есть они летят, они взрываются, они убивают людей. А с ядерным оружием тут ведь какая опасность? Да, если крылатая ракета упадет, скажем, в поле и взорвется, то да, никто не погибнет. А если ядерная ракета так сделает, то, к сожалению, все равно будет много жертв, даже если она не попадет именно вот по какому-то конкретному городу, да, куда она целила, допустим. Поэтому даже если они полетят криво и косо, то все равно, ну, то есть ядерная война все равно начнется. Да, и плюс, сам, даже если мы представим, что они, эти ракеты, настолько низкого качества, и их, допустим, готовых к запуску достаточно мало, что их можно все сбить, да, там США, например, выстраивают довольно мощную систему противоракетной обороны, но все равно, я думаю, что в случае масштабного запуска другие страны, ну, в частности США, да, в частности страны НАТО, будут превентивно запускать свои ракеты. То есть даже если российские ракеты никуда не долетят, то в этот момент американские уже будут запущены. И все, их уже не отменить будет, естественно. Поэтому просто сам факт запуска такого оружия, использования, момент его использования, он может привести к тотальной ядерной войне, конечно. Поэтому я думаю, что вот вопросы качества и там количества, они не так важны все-таки. Ну, рассчитывать на то, что там остались какие-то остатки здравосмысла в Кремле, конечно, не стоит, но то, что они боятся за свои жизни, понимая, что будет превентивный вот такой запуск и не только, вот этот, наверное, я думаю, процент можно оставить, что они на этот шаг не пойдут. По всей видимости, ядерные пугалки не сработали. Мы, конечно, не знаем, дано ли разрешение бить дальнобойным оружием. Пока что официально ничего не было публично озвучено. Возможно, оно и скалуарно, это тоже вопрос больше политический. Да, возможно, оно будет задействовано после 5 ноября, но когда западные медиа и разведки говорят, что это не изменит в корне ход российско-украинской войны, разрешение бить глубоко по тылу Российской Федерации, почему мне кажется, что они неправы? Возможно, это не закончит войну, но это же повлияет на многое, ведь больше 200 объектов все равно военных будут, как подсчитывали аналитики Института изучения войны, в зоне досягаемости этих ракет. Это же повлияет неплохо? Я думаю, что, конечно, здесь те, кто говорят, что они повлияют, конечно, лукавят. Безусловно, это зависит, на самом деле, от ситуации, от количества использованных ракет, от того, насколько российское ПВО сможет или не сможет с ними бороться в глубине России, потому что, с одной стороны, да, мы видим, что вот у России, например, есть дальнобойное оружие, и нет никаких, естественно, ограничений, даже ограничений здравого смысла, да, хотят, бьют по больнице, хотят, бьют по детскому саду, хотят, бьют по школе и так далее. И при этом они бьют и по военным объектам, и там, по аэродромам пытаются бить, но украинская армия все равно стоит, украинская армия воюет, авиация летает и так далее. То есть не добиваются российские военные, не добиваются какого-то решающего успеха с помощью своего дальнобойного оружия. Поэтому можно логично предположить, что если у Украины будет такое же дальнобойное оружие, это плюс-минус аналоги, то тоже такого прям эффекта гигантского не получится. Но есть разные нюансы. Например, с теми же самыми боеприпасами, потому что никакая армия воевать без боеприпасов не может. Мы видели уже, как взорвались буквально три огромных арсенала склада с боеприпасами российскими, а разрешения на дальнобойное оружие не было. То есть это, скорее всего, были беспилотники. Ну, либо мы чего-то, не знаем, но все равно. И теперь представим, что вот такого оружия, которое способно поражать склады, а это как раз мощные крылатые ракеты, например, американские, и его много, сотни единиц. И атаковать можно не три склада, а 33. Понятно, что таких крупных столько нет, но мелкие тоже, поближе к фронту, который находится, допустим. И это вызовет, это может вызвать настоящий коллапс по боеприпасам, потому что, естественно, они там хранятся, они там перегружаются. Это все элементы логистики, которые сгорев, взорвавшись, они не будут дальше работать. То есть тут вопрос именно, как будет все использовано, тактика применения. И мы видим, что то небольшое количество дальнобойного оружия, которое в Украине было поставлено, они применили довольно эффективно на самом деле, поэтому я бы не загадывал бы так вот легко, что ничего это не изменит. Это бы внесло очень серьезный вклад в равновесие сил. А ведь украинская армия не то чтобы сейчас прямо однозначно проигрывает, да, конечно, у российской сейчас сил больше, они этим пользуются и наступают в основном на Донецком фронте. Но вот если бы они остались без боеприпасов, равновесие бы качнулось в другую сторону и тут бы еще посмотреть, куда и как далеко смогли бы наступать украинские военные. Ирина Узлова меня зовут, Иоанн Матвеев военный эксперт вместе с нами. Прямой эфир Ютуба 24-го. Больше тысячи людей нас смотрят. Спасибо, друзья, за вашу активность. Ставьте лайки, комментарии и подписывайтесь на Ютуб 24-го. Ваши слова подтверждает и перспективы, которые вы озвучиваете, Яна, эстонская разведка. Упоминая также о прилетах беспилотников. Это беспилотники, ракеты еще больше ущерба нанесли по складам, в частности в Торопце, Тверской области. Эстонская разведка говорит, что эффект от подрыва складов РФ будет уже в октябре и первые результаты даже уже ощущаются. На этой неделе было полтора раза меньше атак, чем на прошлой. Действительно ли они правы? Насколько это повлияет? Также сейчас и там, где россияне на Востоке атакуют на разных участках и что мы должны понимать о ситуации там? Где самые горячие направления по вашим наблюдениям? Ну, я, наверное, не могу подтвердить, что количество атак уменьшилось и украинские аналитики об этом тоже не говорят. Это в том числе связано с тем, что российская армия гораздо меньше использует технику и авиацию, чем, допустим, год назад, например. Сейчас в основном атакуют пехотой. И самые горячие направления, ну, прямо сейчас самое опасное, это, конечно, Угледар, потому что город зажат с трех сторон очень плотно и все буквально наперебой говорят, что 72-й бригаде украинской нужно выходить оттуда, иначе они будут окружены и дороги на выход из города уже обстреливаются. Понятно, что в таком положении, как сейчас, город уже не имеет важного значения, то есть он имел огромное значение для этого участка фронта до того, как российские войска, по сути, его взяли в такие клещи, но там буквально наступает пять российских бригад против одной украинской, и то не факт, что полной бригады. Ну, вот, наверное, украинское командование все-таки примет адекватное решение, они тоже не слепые, все видят, тут запутаться тяжело. Ну, и, конечно, самые такие тяжелые направления сейчас это Покровско-Кураховская, Кураховская, простите, хотя, собственно, с одной стороны наступают на Курахово, с другой стороны на Покровск, и между этими городами на пространстве тоже там, где город Украинск, там, где поселок Горняк, и везде российская армия в основном использует тактику пехотных штурмов с большими потерями, но разбавляет ее время от времени атаками бронетанковых колонн с достаточно большим количеством техники, но в среднем получается, что не очень много этой техники используют. То есть, если там одна атака за неделю идет, там в районе 50 единиц, там где-то 30-40 единиц это танки плюс БМП, ПТРы, ну вот, соответственно, и все, за неделю это один раз. При этом также продолжаются бои за Торецк, и там сложилась довольно опасная ситуация, потому что российские военные смогли прорваться чуть ли не в центр города, и вот если в Нью-Йорке, например, ВСУ контр-атакуют и, в принципе, удерживают поселок, ну, Нью-Йорк там рядом же как раз находится, они удерживают где-то половину поселка и довольно уверенно, то вот в Торецке тяжелая ситуация, опять-таки, тоже причина банальна, просто преимущество по силам, преимущество там один к пяти, один к восьми, это настолько большое соотношение, что невозможно обороняться без большого количества артиллерии, а с этим тоже есть проблемы, тоже отмечают украинские аналитики, то есть где-то хватает боеприпасов, я видел такую информацию, где-то серьезные проблемы со снарядами, наверное, если бы снарядов было бы прям завались сколько угодно, то вряд ли бы пехота российская так легко бы продвигалась и занимала позиции, ну, она, конечно, не легко это делает, но, в смысле, так вот постоянно, да, каждый день. Да, про Покровское направление я не договорил, что Селидова, например, держится, и, в принципе, получается, правый украинский фланг обороняется достаточно пока надежно, но вот по центру, в районе Красного Яра, там российские войска еще продвинулись ближе к Мирнограду, ближе к Покровску, и уже, видимо, украинским силам нужно готовить оборону самого Покровска, но это тоже плюс-минус было неизбежно после всех тех российских наступлений, которые шли летом, и сейчас мы просто видим завершение этого, вопрос, где ВСУ смогут стабилизировать ситуацию, но без больших поставок техники, особенно тяжелой техники, вот Байден анонсировал новый пакет, но я не увидел ни в одном из списков танков, например, а танки очень нужны, и танки, и БМП Брэдли, другая бронетехника, и артиллерии тоже достаточно мало сейчас поставляется, при том, что, ну, естественно, она теряется, она повреждается, ломается, просто сама по себе стволы там выходят из строя, то есть это тоже надо учитывать, а поставок техники мало, то есть если по снарядам вроде как поставки более-менее налажены, хотя тот же Сырский говорил, что соотношение все равно сильно в пользу России, там, три в четыре раза, я видел цифры чуть ли не в двенадцать раз больше снарядов используют на отдельных направлениях, но помимо боеприпасов нужна и сама техника тоже, а этого пока нет, и это ну, несколько настораживает, меня не знаю, да, вот что, 31 танк Абрамс, который поставили США, это вот все, что было на складах, больше нет, конечно нет, там их полно, но вот почему-то не поставляют. Да, почему-то непонятно, конечно, но насколько я поняла, что с боеприпасами и у россиян не все, слава богу, это тоже отработки по складам влияют, или Северная Корея перестает давать, и как у них сейчас с собственным производством? Ну, Северная Корея, ну, как с производством Северной Кореи, сложно сказать, это очень закрытая тема, естественно, закрытая страна, но, конечно, оно не безгранично, и в последнее время я не часто, наверное, даже только в начале лета последний раз видел визуально, да, вот, когда российские военные выкладывают боеприпасы, попадались северокорейские, вот в последнее время давно не было таких фотографий, видео с северокорейскими снарядами, вполне возможно, они плюс-минус закончились. То есть, конечно, действие влияет то, что подорвали склады, но не так сильно, конечно, в том числе, потому что этих складов много, и логистика широкая у российской армии, чтобы серьезно ее нарушить, нужно подрывать гораздо больше складов, но заметим еще важную часть, тот же самый 107-й арсенал второго цена, он снабжал как раз Курскую и Белгородскую области, и где мы видим сейчас у российской армии нет никаких наступлений как раз в Курской области и в Харьковской, да, из Белгородской области они наступают, и там, и там войска стоят, вполне возможно, они как раз испытывают дефицит вот этих боеприпасов, которые были в Тверской области на складах, их должны были поставить, но не поставили, поэтому вот и результат. В Курской области что-то, да, неделю как-то продлилось и ничего теперь не происходит, даже вооруженные силы Украины, там продвигаются хоть несущественно, но тем не менее, а что же они делать будут в таком, при таком дефиците боеприпасов, ждать, собирать, еще перебрасывать силы, что там сейчас происходит в телодвижениях российской армии? Ну, в Курской области и российская армия, украинская, они попытались снова продолжить маневренную войну, то есть наступать на техники небольшими группами или большими, там разные были варианты, но из-за того, что количество войск с обеих сторон уже достаточно большое, то есть насыщенный фронт, естественно, это беспилотники, артиллерия, противотанковые средства, то, конечно, такая тактика уже становится опасной. И да, украинские военные смогли прорваться там до села Веселого, но дальше все равно закончить свой маневр пока не могут. И обе армии сейчас взяли, по сути, тактическую паузу, выбирают место для атаки, выбирают формат этой атаки. Я думаю, что российские военные снова перейдут к своей самой обычной тактике, то есть пехотным штурмам, так как техники у них ограниченное количество, а солдат как бы не ограниченное, то есть им абсолютно плевать, сколько людей погибнет, надо гнать всех вперед, значит, наберем новых. У них такая тактика по всему фронту. И вот, видимо, в Курской области будут делать то же самое, посылать вперед небольшие пехотные группы, так как еще и в Курской области пока нет прямо такой плотной линии фронта с большим количеством укреплений, с серьезной обороной, ну, в основном, еще не такой, как на территории оккупированной Украины, то теоретически эта тактика может еще лучшие результаты привести, то есть еще сложнее будет отбивать все эти небольшие штурмы, там, ну, буквально даже, если, скажем, на Покровском направлении, на Угледарском направлении все посадки вырублены уже просто снарядами, минами, минометными, просто там деревьев нет, они там голые стволы стоят, то есть видно, когда солдаты пробегают, то в Курской области довольно много еще зелени, кустов, много можно где прятаться от тех же беспилотников, то есть вот эта тактика малых пехотных групп, она может работать эффективнее здесь, и это, конечно, опасно, безусловно, ну, я думаю, украинские военные это тоже понимают, и тоже готовят свои контрмеры, потому что у них еще много опций осталось, и другие районы прорывов через границу, и какие-то попытки ударов в тыл, и продолжение атаки в Лужковском районе, то есть посмотрим, на самом деле, даже российские из этого инкора пишут, что непонятно, чем закончится, то есть нельзя предсказать сейчас, что вот одна из сторон явно сильнее, явно на ее стороне, значит, приоритет. Да, это очень, конечно, всегда печально, что они своих не бросают, а точнее, бросают просто на живые штурмы, вот этими малыми пехотными группами, которые год могут наваливать живым пушечным мясом, увы, но вы правы, как всегда, мы тоже понимаем эти угрозы, и будем прорабатывать, как этому противодействовать. Ян, много у нас тем, в которых мы ставим три точки сегодня, надеюсь, через неделю продолжим обсуждение, благодарю вас за, как всегда, глубокую аналитику и понятную, при этом, вне всех простых и понятных для нас вопросов, спасибо вам большое и за вашу позицию, также до новых встреч, берегите себя. Да, до свидания. Спасибо. Ян Матвеев, военный эксперт, Ирина Узлова, зовут меня. Спасибо, друзья, что провели с нами эти 40 минут, благодарю за вашу активность, за то, что вы нас смотрели, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на YouTube 24-го, верьте вооруженные силы Украины. Увидимся и победим.